Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. В этом году в Самаре отремонтируют 47 дорожных участков. Пять из них комплексно, остальные картами. Детская смертность в регионе за год сократилась на 10%. Поэтому показателю Самарская область в лидерах по исполнению национального проекта здравоохранения. Баскетболисты Самары продолжают победную серию матчей в чемпионате страны. На этот раз они одолели Новосибирск. В этом году в Самаре отремонтируют 47 дорожных участков. Пять из них комплексно, остальные ждет ремонт картами. Мария Левина узнала у самарцев, где именно и насколько грядущий ремонт необходим. Историческая часть Самары – улица Ленинская. Целый квартал из построек начала 19 века. Тогда здесь не предполагалось интенсивного движения автомобилей, впрочем, как и самих автомобилей. Анна Сосенко живет в доме на Ленинской уже 40 лет. В последние годы жители начали испытывать дискомфорт, рассказывает женщина. Мне надо, чтобы они отремонтировали вот здесь дорогу, повыше сделали асфальт вот этот вот, чтобы машины ехали, чтобы воды не стояла, вода, болото. Всегда у меня двери грязные. Вот меня это все волнует. Все вода, все брызгает с улицы, вот из здоровья, с асфальта. У меня все как брызгает. Все, я говорю, я не успеваю термить. Здесь у нас вот это вот стекает все. Но если они подремонтируют, это будет хорошо. На просьбы жители отреагировали. Проезжую часть на Ленинской приведут в порядок уже в этом году. Участок от улицы Полевой до Чкалова отремонтируют комплексно. Заменят асфальт и бортовой камень. Нашли решение для того, чтобы вода не затекала в подвалы и цоколи домов. Так называемые приямки перед окнами цокольных этажей оградят бортовым камнем. Очень много частных домов. Зачастую у домов присутствуют цокольные этажи, приямки. Они все в разрушенном состоянии. Но мы сейчас продумываем, как это все заделать, чтобы не навредить существующим постройкам. Всего в городе отремонтируют 47 дорог. Продолжат ремонт на Старозагоре и Победе. Возьмутся за работу на новых участках Арцебушевской и Мичурино от Полевой до проспекта Масленникова. Все дороги приведут в порядок благодаря программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С самарцем такие перемены по душе. Да ну, в принципе, нужен, конечно. У нас многим дорогам нужен ремонт. Один из крупных участков улица Мичурино, где всегда насыщенное движение как автомобилей, так и общественного транспорта. Осложняется дорожная обстановка и тем, что здесь ходят трамваи. В час пик многие машины пытаются объехать пробки по рельсам, из-за чего страдает асфальт. Участки между рельсами тоже займутся. В планах отремонтировать больше 500 погонных метров межпутья. К ремонту приступят уже этой весной при теплой погоде. Мы планируем изобретать больше комфортного жителя нашего города, в том числе из-за строительства поворотных полос и устройств парковочных мест. На данный момент данный вопрос находится на согласовании ГУРГАЭ. Если проблем с переносом коммуникации не будет, значит правая поворотная полоса предполагается в районе улицы Клинической и в районе улицы Осипенко. Пока зима не спешит сдавать позиции, в городе не останавливают дорожные работы. Службы благоустройства ежедневно убирают улицы, чистят снег и заботятся о безопасности горожан. Борются с наледью. К концу 2020 года большинство заявленных дорожных участков уже приведут в порядок. Гарантия на эти работы составит 5 лет. Мария Левина, Николай Сидоров. События. В Самаре накажут рублем директоров управляющих компаний за то, что они не смогли вовремя организовать уборку дворов. На исправление ошибок первый замглавы города дал 3 дня до понедельника. Потом последуют штрафные санкции. По городу вместе с инспекторами городской административной технической инспекции прогулялся Сергей Кизоркин. Гололед, сугробы спустя полтора недели после снегопада и свисающие сосульки. На полевой 68 хозяйство в запустении. Управляющая компания в последний раз направляла сюда спецтехнику и дворника 4 февраля. Вместо дворовой дороги и тротуара – каток. По двору по-нашему вообще ходить нельзя. Один лед сплошной. Я не понимаю, дворник есть или нет. Хотя бы чем-нибудь посыпали. На Кирово 227 дворники попытались расколоть лед рядом с подъездом, но безрезультатно. Правда, по мнению директора управляющей компании «Новая Самара», ничего страшного нет. Ситуация, на мой взгляд, не совсем опасная, потому что на сегодняшний день на управлении «Новая Самара» находятся 250 домов. Два адреса тут просто физически могли не успеть. Работники еще одной управляющей компании «Чайка» тоже никуда не торопятся. А с крыш доверенных им домов скоро рухнет снег. Коломенский переулок 7. Здесь, наверное, месяц уже не ступала нога дворника. Выпал снег, потом подтаял и грянули морозы. Образовался каток толщиной больше 10 сантиметров. По нему может пройти, наверное, только хорошо подготовленный спортсмен. Возмущению жителей нет предела. А что, невыносимая? Человек ребра сломал из-за дороги. Скользко кругом. Невыносимая идти. В больницу Пирогова по состоянию на начало недели обратилось уже почти 600 пострадавших с ушибами и переломами. Горожане направляют информацию о проблемных адресах и через социальные сети. Итого 1151 обращение, 93 обращения прошло к главе города. Первое. Организация работы и выводом всех. В том числе я к директорам управляющих компаний АУПа на территорию. Второе. Это применение мантигалоледных реагентов. Я попрошу единственных своим коллегам, которые главам района, в первую очередь, жесткий контроль за работой управляющих компаний. У нас есть этот механизм вывести управляющих микрорайонов. Ижесточайшая ситуация здесь. То же самое в совокупности. Я попрошу скоординировать эту деятельность директором муниципального предприятия ГАТИ. Погодные условия, которые сложились в течение конца 2019-го, начала 2020-го года, длительными промежутками оттепеля относительно небольшими снегопадами, представляли возможность для полной очистки территории городского округа от снега и на льд. Однако, несмотря на такой обстановку, всеми участниками компаний по зимнему содержанию территории были допущены серьезные нарушения организации работы. Не изменялся рабочий день дворников, не использовалась вся техника, которая имеется в наличии. Упущены возможности по уборке растающих снега и льда. И в целом были созданы условия для образования беспрецедентного гололеда на большей части территории города. Пока городская власть дает управляющим компаниям шансы справиться. На устранение недочетов дали три дня до понедельника. Крыши, тротуары, выходы из подъездов и дворовые дороги должны будут блестеть чистотой, а снег и лед вывезен на полигоны. А через три дня оценку работе коммунальщикам дадут надзорные органы ГЖИ и прокуратура. Наибольшее количество нареканий вызывает работа более 20 управляющих компаний. Но спуска никому не будет. Все виновные будут наказаны. На первый раз ГЖИ области будет составлять протоколы на должностных лиц, чтобы усилить персональную ответственность. Крупный штраф заплатят директора нерадивых управляющих компаний. 50 тысяч – минимальный штраф. Да, достаточно серьезный. Достаточно одного факта установить невыполнение обязанности управляющих компаний по содержанию многоквартирных домов. С понедельника уже ЖИ будет организовывать проверки по всем этим адресам, которые сегодня были озвучены. Потому что если управляющая компания не понимает, что нужно сработать на предупреждение, тогда мы уже будем принимать такие крайние меры, составлять протоколы. Если ситуация на участках не изменится, обратился к собравшимся Владимир Василенко. В дальнейшем надо рассмотреть вопрос о возможности лишения лицензии тех, кто не желает работать своевременно и качественно. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Детская смертность в регионе за год сократилась на 10%. Такие данные приводит областной Минздрав. По этому показателю Самарская область в лидерах по исполнению национального проекта здравоохранения. Улучшить ситуацию удалось благодаря целенаправленной работе. В регионе действует программа развития детского здравоохранения, которая рассчитана до 2024 года. В документе прописаны четкие направления работы. Запланировано внедрение принципов бережливого производства в детских поликлиниках. В помещениях должны быть открытая регистратура, удобный вход, оборудованные места ожидания, игровые зоны, чтобы пациентам было максимально комфортно. К 2024 году элементы бережливого производства должны быть в 95% поликлиник. Также среди приоритетов – повышение квалификации медперсонала. Это естественная квалификация к шерерогинекологов, неонатологов, реаниматологов и всех остальных специалистов, которые с этим связаны. И, соответственно, развитие материально-технической базы детских поликлиник в первую очередь, потому что эта программа в большей степени касается все-таки амбулаторно-поликлинической службы. 62 предприятия малого и среднего бизнеса получили грантовую поддержку из городского бюджета Самары в рамках национального проекта развития предпринимательства. Сумма составила 19,5 миллионов рублей. Итоги и проблемы реализации программы обсудили в формате круглого стола. Представители городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли совместно с активом регионального штаба Общероссийского народного фронта. Деньги, которые выделяет город, предприниматели направляют на возмещение затрат на создание собственного дела. Изначально сумма в бюджете была запланирована больше, однако не все предприниматели смогли воспользоваться грантом из-за неграмотно составленной заявки. В этом году грантополучателей должно стать больше в помощи им обучающей программы, которые смогут помочь в оформлении документов. В этом году мы планируем провести цикл обучающих семинаров для того, чтобы впоследствии наши предприниматели не испытывали сложности в получении грантов. Мы знаем, как учить, есть уже разработаны программы, все это будет находиться в открытом доступе. День всех влюбленных – отличный повод признаться в любви. Но как это сделать лучше, чтобы не быть отвергнутым, знают не все. Это самый частый запрос, который россияне делают в интернете. Психологи связывают это с неуверенностью. Нужна ли любовь современному человеку, разбиралась Мария Левина. Число запросов с формулировкой «Как признаться в любви» в поисковых системах резко увеличивается ко дню всех влюбленных. Люди интересуются, как правильно показать свои чувства, чтобы их не отвергли. Большинство действует проверенным способом цветы и валентинки, но некоторые проявляют изобретательность. Я вызывала такси, поехать к подружке и поругалась со своим молодым человеком. И когда я вышла, села в машину такси, оказался таксистом не таксист, а этот молодой человек с подарками, сюрпризами. Какая реакция была на улететь? Ну, было приятно, конечно, что кто-то проявил интерес к моей личности. Да, это было приятно. Женщина должна чувствовать себя любимой не только 14 февраля, уверена актриса Виктория Максимова. Обязательно нужны, обязательно надо любить друг друга и ценить друг друга каждый день. И самое главное – время, жизнь свою тянуть и наслаждаться ей. С ней согласна коллега по цеху и соседка по гримерке Татьяна Наумова. Девушка преподает в институте и каждый год в День всех влюбленных получает валентинки. Говорит, связано это не с любовью конкретно к ней, а скорее к собирательному образу актрисы. Подарки здесь ни при чем, и мне кажется, что праздник может быть и признание в любви каждый день. Любовь – это наука, а если быть точнее – химия, уверена София Шарипова, кандидат химических наук. Много написано о химии вкуса, о химии запаха, а есть и о химии любви. Человеку очень сложно жить. Еще Хаям сказал, я спрашивал судьбу, кого же любишь ты? Она в ответ – сердца, где радость, вечно дома. Поэтому хочется, чтобы люди были радостными. Тогда, собственно, и работа ведь совершенно другие результаты имеет. В современном мире, когда у человека много работы, планов и дедлайнов, любовь – это необходимость. Она вдохновляет, поддерживает и придает сил человеку, уверены эксперты. Сегодня многие выбирают себе пару через интернет. Психологи советуют при виртуальном знакомстве не откладывать встречу на потом. Есть риск разочароваться в своем собеседнике. Первое, на что стоит обращать внимание при первой встрече – на свои чувства. Если симпатия не появилась сразу, это не ваш человек. Может этим, конечно, управлять, но это то, что немного за пределами наших каких-то мыслительных процессов. Это нечто безусловное, такое притяжение, такое таинство. И если его нет, то каким-то образом моделировать я, например, не вижу никакого смысла. А вот Марсель и София Абдул-Валеевы опровергают мнение специалистов. Они знают друг друга с детства. Сначала не было никаких чувств, а четыре года назад поняли, что любят друг друга. В символическую дату решили создать семью. Мы хотим, чтобы каждый год отмечали и День влюбленных, и День нашей свадьбы. В День всех влюбленных ЗАГС не мог обойтись без сюрпризов для молодоженов. Сегодня в лучшеме брака скрепляются 19 пар. Предварительно, все они предоставили свои совместные фотографии и любимые стихи. Тенденция вступать в брак 14 февраля снижается с каждым годом, говорят эксперты. Теперь в моде символические даты с красивыми цифрами. К примеру, в этом году бум ожидается 20.02.2020 года. То есть в следующий четверг. К примеру, в Теремке в этот день планируют провести 44 торжества. Мария Левина, Николай Епифанов, События. День Святого Валентина отпраздновали и в Самарском зоопарке. Здесь провели экскурсию для школьников. Рассказали о романтических повадках животных, а заодно подвели итоги конкурса. Дети голосовали за лучшую пару обитателей зоопарка. Победителями стали амурские тигры, кассандры и кактус. Они хоть и большие кошки, но такие же гордые одиночки, как и их малые сородичи. До брачного периода тигры держатся поодаль друг от друга и порой ссорятся. Поэтому их содержат в разных клетках. Но если они вдруг начинают ласково фыркать, значит наступил брачный период. Тогда тигров собирают в одной клетке. Мы рассказываем детям, что животным не чужда любовь, не чужда романтика и нежные чувства. Действительно, в мире животных очень много интересного и очень нежные ухаживания, и красивые танцы, и очень такие трогательные песни. Полсотни лучших представителей сильного пола получили свои награды. В Самаре прошел финал акции «Мужчина года» Самарской области. Марии Левиной повезло, и она воочию увидела героев сегодняшнего дня. Новая сцена театра «Самар» светилась от мужских улыбок. В зале лучшие представители сильного пола. Мужчины года Самарской области. Сергей Печкуров в педагогике уже почти 20 лет. Сейчас он директор 41-й школы. С каждым годом признается мужчина, любит свое дело все больше. В этом и видит секрет успеха. Он стал лауреатом в номинации «Руководитель». Прежде всего, да, это любовь к своей работе, к своей профессии, любовь к детям и к тому замечательному делу, которое мы делаем каждый день. Акция проходит в четвертый раз. Организаторы рассказывают, в первый год в конкурсе участвовали всего 15 человек. Тогда мужчины скептически к этому относились. Но сейчас все поменялось. И сегодня я вижу, как им это нравится. И мы очень гордимся тем, что такая акция в Самарской области есть. Мы решили, но почему же нашим мужчинам не сделать такой подарок и не показать нашим жителям, нашему подрастающему поколению тех людей, на которых необходимо ориентироваться. В акции шесть номинаций. Глава семьи, благотворитель, профессионал и другие. В преддверии 75-летия Победы появилось новое – опаленные войной. Константин Клюев – один из награжденных. В 86-м он отправился на службу, попал в подразделение спецназа и отправился в Кандагар. За плечами у мужчины более 200 военных операций – снаряды, налеты, обстрелы. Константин Клюев видел многое. Последние 30 лет мужчина занимается патриотическим воспитанием молодежи. Свой первый патриотический клуб он открыл в 88-м. Назвал его в честь событий, которые навсегда остались в памяти – Кандагар. Мужчина воспитал не одно поколение самарцев. Многие из них отправлялись в горячие точки, а по возвращению – сразу к нему. Очень тепло, очень тепло. Я отношусь к ним, как к своим детям. Хотя им уже, некоторым уже за 40. Мне это нравится. Мне очень нравится. Один из моих жизненных принципов – это делать добро. Я, как вампир, от этого заряжаюсь. В этом году в финал акции вышли 51 человек. Инженеры, врачи, учителя, многодетные отцы. Каждый получил заслуженную награду. Мария Ильевна, Николай Епифанов, События. Солнечная Италия, чарующая Франция и умиротворяющая Балтика – пейзажи из разных частей света в самом сердце Самары. На новой выставке художники со всей области делятся своими впечатлениями от путешествий. Мария Ильевна отправилась исследовать мир искусства. Здесь Ширяева от Европы отделяет всего несколько шагов. Чтобы отправиться в путешествие, не обязательно паковать чемоданы и лететь на самолете. Достаточно прийти на выставку с говорящим названием «За границе» и насладиться картинами из личных архивов почти 30 художников. Найти человека, который бы не любил путешествовать, трудно. Художники делают это по-особенному. С помощью кисти и холста они передают все свои эмоции, чувства и опыт, без которых не может обойтись ни одно путешествие. Наташа Рави писать картины начала пять лет назад, именно за границей. До этого всю жизнь занималась росписью циквей. Путешествия, говорит автор, помогли узнать себя лучше. Каждая страна по-своему вдохновляет, впечатляет и всегда рождаются картины. И там пишем на холстах, в смысле этюды. И когда приезжаю, тоже хочется что-то по впечатлениям написать. Очень многое, признаются художники, зависит от места, где приходится работать. За пределами родины и за разницей культур и менталитета атмосфера особая. Интересно, прежде всего, люди. Природа, архитектура, культурные какие-то достопримечательности, они насыщены человеческим присутствием. И эмоции, которые составляют вот это все в комплексе, оно блескается на холст. И получается такой художественный образ. Солнечная Италия, чарующая Франция, умиротворяющая Балтика. Выставка словно экспресс. За час можно увидеть сразу несколько частей света глазами художников со всей Самарской области. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Современные художники, творческие лаборатории и художественный проект об истории Самары. Творческую программу галерей «Новое пространство» ждет глобальная перезагрузка. Сюда пришли новые кураторы и руководство. Галерею возглавила основатель Ширяевского биеннале Неля Коржова. Что интересного смогут увидеть самарцы в новом пространстве в этом году, узнал наш корреспондент. Это работа казахстанского художника Рустама Хальфина. Не классическое живописное полотно, а интерактивное. Оно предполагает участие зрителя. Ему нужно посмотреть в бинокль, который расположен в центре картины. Так современное искусство стирает грань между художником и зрителем, картиной и реальной жизнью. Эту работу уже скоро можно будет увидеть на выставке «Поле действия», куратором которой стала новый директор галереи «Новое пространство». Неля Коржова, основатель Ширяевской биеннале, в прошлом работала в Государственном центре современного искусства. В экспозиции представят работы современных российских и зарубежных художников. Выставка, по сути, станет визиткой глобальной перезагрузки творческой программы галереи. Ее кураторы хотят показать современное искусство в разных его срезах. Работа с библиотекой может быть очень интересна для библиотеки и для горожан, потому что раскрытое поле, куда можно приходить. И здесь вот это соединение с книгой, оно многим интересует. Одна из наших центральных каких-то таких задумок – это как ее представить в галерее, допустим, на 500 метров. Выставка – первый совместный проект галереи и Средневожского филиала Государственного центра современного искусства, который входит в Музей изобразительных искусств имени Пушкина. В планах кураторов нового пространства еще несколько совместных творческих акций. Также в галерее начнет работать новая творческая лаборатория «Сайенс-Арт» – пятая сторона квадрата. Она работает на стыке научного и художественного. Наш читатель очень развит, он читает, он постоянно повышает уровень своего образования. И для него важно проводить такие мероприятия, которые позволят ему и самореализоваться, и выйти как бы на новый уровень знания. Сохранится в галерее традиционная творческая повестка. В этом году здесь пройдет выставка фотоконкурса «Самарский взгляд» – визитной карточки нового пространства. Готовятся в галерее к открытию художественного проекта «Вчера, сегодня, завтра», на котором будут представлены работы художников об истории Самары. А выставку «Поле действия» можно будет увидеть уже с 19 февраля. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. Баскетболисты Самары продолжают победную серию матчей в чемпионате страны. На этот раз им почти без боя сдался Новосибирск. У соперника не было никаких шансов на победу в гостях. Сергей Кизоркин увидел триумфальный матч. «Самара» в очередном матче чемпионата Суперлиги на своей площадке разгромила Новосибирск. Исход встречи был предрешен уже в стартовой десяти минутке, хотя вначале волжане забивали с трудом. Но потом за какие-то пять минут они оторвались от соперника в счете 17-2. Хорошо полетели мячи из трехочковой зоны. Снайперскими бросками отличились Владимир Печкуров, Антон Глазунов, Алексей Нестеров и Евгений Войтюк. «Настраиваемся на все команды. Каждый может выиграть у каждого». Убедительно выиграв первый период со счетом 33-12, «Самара» так и не дала сибирикам ни единого шанса на спасение матча. Временами преимущество команды достигало 30 и более очков. «Порадовало, может быть, одним, что проигрывали 30 очков, даже больше 30, смогли сократить до 17 на площадке гостей в Самаре. Пускай это будет, скажем так, неполноценный комбэк, но, тем не менее, хоть небольшой комбэк, хотя бы что-то было похоже на игру». «У нас задачу все равно никто не снимал, попадание в плей-офф. Понятно, что наши шансы сейчас такие слегка размытые, скажем так. Но задача была на игру, в первую очередь, попробовать доказать всем, что мы можем, чтобы нам показать характер, в первую очередь. Поэтому вполне можно было и выиграть. Но, к сожалению, сегодня мы не готовы пока выиграть «Самар». В итоге «Самар» одержал убедительную победу 90-62. Лидеры матча – спортсмены с Волжских берегов Владимир Пичкуров и Евгений Войтюк. Каждый записал себе в актив по 17 очков. «Игроки должны были обязательно сегодня каким-то образом себя мотивировать. Если они профессионалы, я сказал, что если вы считаете себя профессиональным на любую игру, вы должны выходить, несмотря на статус соперника, и играть в полную силу». Эта победа стала для «Самары» шестой подряд в регулярном первенстве Суперлиги. Команда сохранила за собой лидерство в турнирной таблице и продолжает успешно защищать титул чемпиона страны. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин